Я хотела бы в первую очередь поблагодарить организаторов данного мероприятия, коллег. Очень важно делиться опытом, действительно. И после выступления Сергея Владимировича мне остается лишь доложить клинический случай, который был на базе Калининградской областной клинической больницы. Конфликта интересов у меня нет. Пациент в марте 2016 года при прохождении профосмотра выявлено новое образование, очаговое, в нижней доле Лео Валевкого. По данным МСКТ образование в восьмом сегменте Лео Валевкого с неровными, нечеткими контурами 11 на 14 миллиметров лимфоузлы средостения не увеличены. Дообследован. 25 марта 2016 года выполнена нижняя лобектомия слева. При срочном гистологическом исследовании выявлена аденокарцинома и не выявлено активирующих мутаций. Установлен диагноз периферический рак нижней доли Лео Валевкого. Т1,0М0 первая стадия. И по решению онкоконсилиума рекомендовано динамическое наблюдение. Пациент регулярно наблюдался. На данном слайде его МСКТ органов грудной клетки от 26 сентября 2016 года. Но в октябре 2018 года рецидив в культе бронха, метастазы в легкие, лимфоузлы средостения, позвонок, третий грудной позвонок и при данных остеостентографии от ноября 2018 года. И в связи с этим мне хотелось бы спросить у зала, чтобы вы порекомендовали данному пациенту ваша тактика введения. Это полихимиотерапия, углубленная диагностика, определение неостатуса ПДЛ с последующим назначением иммунотерапии или проведение лучевой терапии на область средостения. Пожалуйста, голосуем. Напоминаю, у меня всего лишь 5 минут. Можно вывести результаты голосования? У меня не зала разделились и стремительно разделяются, когда мы вывели результаты голосования на экран. Давайте продолжим. По решению онкоконсилиума от 5 декабря 2018 года пациенту было проведено 6 курсов палеотинной полихимиотерапии первой линии карбоплатин этапозит плюс ингибиторы костной резоркции экзорендроновая кислота. Но прогрессирование заболевания в виде образования на волосистой части головы выполнена биопсия и выявлена по результатам гистологического исследования фиброзная ткань с ростом инфильтративной аденокарциномы G2, опять-таки без активирующих мутаций. Пациент самостоятельно обратился на медицинкологию имени Петрова, где была выполнена молекулярно-генетическая диагностика и обнаружена средняя экспрессия мРНК гена ПДЛ. По решению онкоконсилиума от мая 2019 года, согласно рекомендациям медицинкологии имени Петрова, было выполнено 3 введения ткембролизумаба в дозе 200 мг с умеренной отрицательной динамикой в сравнении с МСКТ органов брюшной полости и органов грудной клетки с мая 2019 года. И это было расценено как стабилизация процесса. На данном слайде вы можете видеть МСКТ. В августе было выполнено 4 и 5 введение пембролизумаба в дозе 200 мг, но в августе же пациент предъявил жалобы на головокружение, выполнено МРТ головного мозга, и по данным МРТ множественное поражение, не менее 7 очагов, извиняюсь за такое качество срезов. Пациенту было выполнено облучение стереотоксическое на 3 очага головного мозга до 24 грейна каждый, и было решено продолжить лечение пембролизумабом. Выполнено 6, 7, 8 введение. Но на контрольном обследовании от октября 31-19 года, к сожалению, выявлен продолженный рост метастатических очагов в головном мозге, выявлены новые метастазы в поясничном отделе позвоночника, бедренных костях, и, соответственно, продолженный рост МТС в легких, и метастатическое поражение правого надпочечника. Ну, это полностью как звучит диагноз этого пациента на данный момент. По решению онкоконсилиума о 25 ноября смена линии терапии согласно рекомендациям МИЦ-онкологии имени Петрова. 26 ноября проведен первый курс химиотерапии по схеме пиметриксет, карбоплатин, бивоцизумаб плюс ингибиторы костной резорпции, заледроновая кислота. И мне бы хотелось в оставшиеся буквально 20 секунд вопрос задать несколько, может быть, в зал, потому что при дальнейшем прогрессировании заболевания какие же у нас опции остаются для лечения этого пациента и при выявленных вновь при данных остеосцентографии метастатического поражения костного аппарата можно ли рекомендовать пациенту изменение ингибиторов костной резорпции заледроновой кислоты на Деносумаб. Думаю, после моего выступления несколько я вас или несколько поумерила я пыл по поводу иммуно-онкологических препаратов, но все-таки мне бы хотелось, чтобы зал проголосовал. Изменилась ли после моего выступления тактика ведения этого пациента, на ваш взгляд, или нет? Пожалуйста, можно вывести результаты голосования на экран. Спасибо. Да, достаточно сильно изменились результаты, поэтому я думаю, что этот пациент является отличным примером для применения наших клинических знаний, нашего клинического опыта. Наши контактные данные. Соответственно, благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...